Ну, мы начинаем понемножку от шока проходить, отходить. Вот. Сначала первые две недели вообще было непонятно, что делать. Сейчас понемножку, понемножку собираем всех своих. И основная задача – начать друг друга тащить, помогать, делиться информацией и собрать какую-то информацию для Минпромторга, что нам реально надо. Сначала казалось, что небо на земле упало, и все это дело мы не переживем, но понемножку оказалось, что зарубежные компании сказали «до свидания», еще раз «до свидания» и, по-моему, не уходят. Ну, если не брать товарищей из Эпсона, которые на удивление хорошо отработали по себе, я думаю, у них будет большое счастливое будущее. Все зарубежные товарищи сейчас взяли некую такую паузу тайм-аут, но почти все заявили, что вот сейчас вот этот вот пик пройдет, и мы, в общем, обратно вернемся. Очень хочется, чтобы часть компании не вернулась. Вот очень хочется, чтобы не вернулись все товарищи из одежной сферы, Макдональдса, Кока-Колы и остальной дряни. Да, то есть это вот, извините, скатертью по жопе, чтобы вот из страны они наконец-то сплавились, и ничего плохого в этом не вижу. Второе, что сейчас, скорее всего, произойдет, так как полки будут пустеть, возникнет некая паника, и самое худшее, что может сделать государство, это в безумном количестве сюда запустить дешевый китайский, турецкий, индийский импорт. В чем проблема? Проблема заключается в том, что валюты у нас в ближайшее время будет мало. А любая шмотка, привезенная из Китая, и даже посчитанная рубль-юань, это все равно выход рубля в валюту. Соответственно, вымывание валюты приведет к тому, что, в общем-то, все для нас плохо кончится, но не сразу. Год через полтора, когда валюта станет значительно меньше. Лучшее, что может быть, если государство составит некую программу по поддержке производителей, и, возможно, как это было в сельском хозяйстве, где все получилось фактически, и в автомобильной промышленности, там будет просто процент локализации. То есть чем выше процент локализации, тем большие дотации предприятию идут. Если, например, предприятие использует и фурнитуру российскую, ну хотя бы а-ля, и ткани, и здесь шьет, пакует, вывозит, продает, то этим предприятием должна быть максимальная поддержка. Дальше в зависимости от падения. Мы посчитали в нашем сегменте стоимости зарубежных компонентов от 15 до, ну в некоторых сложных вещах, до 50%. Это все без стоимости. Надо понимать, что любая вещь, произведенная в Китае, стоящая 100 долларов на заводе, получает коэффициент от 3,5 до 10. То есть джинсы, которые производятся там и стоят, например, 10 долларов, здесь будут стоить 40. Коэффициент в фэше обычно это 10, ну там фэше-фэше, а в самых дешевых вещах 3,5. В общем-то, опять же, по нашим расчетам, если производитель имеет собственный бренд и выходит на торговые площадки, мы можем находиться в коэффициенте 2,2,5. Что это значит? Мы еще можем дешевле, чем наши китайские товары, продавать товар. Вообще сейчас уникальная ситуация. Дело в том, что мы сначала сравнялись по зарплатам с китайской швеей, то есть китайской швеей, а теперь мы и по стоимости производительности сравнялись. Мы так упали в зарплатах относительно китайской швеи, что теперь у нас производство становится даже более интересно, чем в Китае. Это, в общем-то, временное состояние. Да, у нас производительность у швеей низковата, скажем так. Но вот в данный момент производство в России становится наиболее интересным. Соответственно, чем больше передел мы вставим в наше готовое изделие, тем будет лучше. Надо заметить, что все программы, которые по швеейке у нас были, можно, в общем-то, забыть, потому как никто даже в голове не держал, что у нас освободится такой огромный рынок. Я думаю, что мы ничего не успеем сделать к лету. Ну, что-то успеем, но это мелочи. А вот к зиме надо однозначно очень серьезно готовиться, потому что зимой люди в майке ходить не могут. Их надо одевать тепло. И дети, потому что дети вырастают. Соответственно, их надо одевать в какие-то комбинезончики, теплую одежду. И это невозможно исключить, потому что ребенок вырос, соответственно, его надо будет одеть. Вот, я думаю, что, наверное, основное понимание – это к зиме. Я думаю, что еще где-то месяца полтора-два нас будет очень серьезно трясти. И где-то через два месяца зарубежные компании определятся уже точно. Им очень не хочется терять деньги. И вообще оказывается, что на нас завязаны некоторые процессы, которые крайне больно по ним бьют. Вот, поэтому вот как-то будем из этой ситуации выбираться. Так, ну, давайте начнем с Евгения Крейсберг. Жень, подойди, пожалуйста. Этот человек, который создал мощнейшую фабрику Ярославля, вообще красавец. Вот, и ему, то есть у него программа и до всех этих чудес была очень сильная. А сейчас, я думаю, есть все шансы вот серьезно рвануть. Жень, порадуй нас. Спасибо. Неожиданно такое представление. Ну, не знаю, насколько он мощнейший, да? Ну, да ладно. Значит так, у нас запас сырья был. Мы примерно два месяца более-менее спокойно работаем. Клиенты все, абсолютно 100% клиентов подтвердили заказ. 50% клиентов даже согласились на, так скажем, на некоторое повышение цены. Другая половина пока сопротивляется. Ну, процесс неизбежен, да, к сожалению. Ну, не знаю, к сожалению или нет. Рост курса доллара мы всегда переживали без особых проблем. Потому что, да, надо сказать, кто не знает, мы делаем, мы производим полотно трикотажное, из него делаем, производим дальше уже термобелье, шьем. Наш конечный продукт – это термобелье. И, так скажем, в 2021 году мы произвели 2 миллиона изделий. Ну, то есть, да, мы действительно крупное производство очень. И сырье на, наверное, в конечном итоге на 100% для меня сырье иностранного производства. Даже такой крупный поставщик для меня, как Московская шерстеприальная фабрика, использует 6 шерсть австралийского мериноса. Как следствие, это тоже, в конечном итоге, иностранное сырье. И возвращаясь к росту курса доллара, да, мы за нашу 15-летнюю историю переживали 3-4 раза таких заметных скачков. В конечном итоге мы всегда выигрывали. Потому что, да, сырьевая составляющая поднималась, но при этом наши конкуренты, которые продукцию аналогичную просто завозили из Китая или из Турции, еще откуда-нибудь, естественно, привязка к доллару, к валюте и курс, стоимость изделия росла выше, чем у моих конкурентов, чем у меня, потому что у меня все-таки сырьевая, только сырьевая составляющая вырастала. Да, потом зарплата догоняла, но рынок уже занимался. И поэтому мы так, ну, более-менее в очередной раз сильно не боимся именно роста. Конечно, мы боимся того, что упадет очень сильно доход граждан нашей страны в связи с событиями. И что будет у нас очень резкосезонный товар. То есть мы всегда производили весь год, чтобы все продать в сентябре и в октябре. Соответственно, мы все узнаем в сентябре и октябре. Но мы не можем сейчас себе позволить не производить, потому что механизм разогнан. Действительно, фабрика очень, ну, выглядит, ну, только что не как швейцарские часы. И для нас снижение объемов, это очень сильно ударит по себестоимости в том числе. Поэтому на основании заявлений моих клиентов, потому что мы делаем для брендов, все бренды все подтверждают объемы. Объемы. Окей, производим. Два месяца продукции, как я сказал, уже есть. Прямо сейчас у нас застряло в дороге, вот теперь о проблемах, фактически, о конкретных проблемах. То есть про курс я рассказал, ну, не боимся. Даже наоборот, так сказать, и даже неплохо. Что касается теперь сырья. Вот прямо сейчас у нас пять контейнеров застряло. Два контейнера у нас в Турции стоят, в порту. Ну, не могут найти фракт, чтобы в Новороссийск перевезти, потому что, ну, всем известно, что перевозчики мировые отказываются транспортировать контейнера в Россию. Ну, там ищут наши поставщики, ищут пути, как их перевезти, там, весь вариант через Грузию по военно-грузинской дороге. Вроде грузины пока транзит нет, они перекрыли. Дальше два контейнера с турецкой, с китайской продукцией, полиэстерном китайским стоят на заводе, уже произведенные. И то же самое, китайцы не могут сейчас придумать, как нам их отгрузить, как нам это отгрузить. Ну, и в заказе еще там три или четыре контейнера, только они, мы все равно авансы сделали, они производятся. Тут мы уже просто, мы уже скажем, производителям, это один производитель в Турции и два, опять-таки, в Китае, когда мы поймем, как контейнеры пойдут, если они пойдут, надеюсь, пойдут, то тогда мы уже сами китайцам скажем и туркам каким образом везти по какому транспортному каналу. Поэтому, так скажем, вот у нас есть два месяца, у нас есть два месяца, чтобы подумать. Дальше такая проблема дурацкая. Значит, кругловязанная машина потребляет примерно в месяц 500 иголок примерно в среднем. Производитель немецкая компания Гротцбекер. И наши иглы попали в тот же таможенный код, что и запчасти для атомной промышленности, которые попали под санкции. Соответственно, немцы нам тоже не отгружают. То же самое, ищем варианты, чтобы они отгрузили на турецкую компанию, турки там как-нибудь в карманах перевезут. Ну, как говорится, через одно место, но игла хотя бы это что-то компактное. Привезем, не переживаем. Но столкнулись проблемы. Причем немцы, ну, как бы сначала Гротцбекер тоже покапризничал. Типа, ну, мы типа нет, нет, сейчас мы с Россией не работаем, пока не будем работать. Но там что-то там поменялось в их настроениях. Все, готовы отгружать. Лишь бы мы, лишь бы они получили деньги. И мы им подсказали, как это отгрузить. Ну, масло мы используем там для машин Клюбер немецкого производства. Для вязаных машин тоже пока не знаем, как привезти. Но есть аналоги турецкие и китайские. Уже там, сейчас ищем, ну, уже везутся образцы. Будем пробовать. Ну, еще раз говорю, у нас есть вот примерно всего на два месяца. И у нас есть два месяца для того, чтобы новые какие-то пути найти. И мы их ищем. Как-то так, если может быть какой-то, ну, более конкретный вопрос. Швейные нитки оказались проблемой. То же самое мы на почве своей, так сказать, ну, высокой маржинальности используем самые дорогие нитки Гютерман. Какие только можно. То же самое производитель, завод в Румынии не отгружает. Ну, вот сейчас мы судорожно, вот все бегаем по вот этой выставке в том числе. Все набрали образцы и испытываем. Ну, нитки все в основном плохие, в основном. Потому что у нас машина швейная не, ну, такие, ну, там, флетлок, так называемые по-английски. Рукавная прямострочная машина. Она очень капризная к качеству ниток швейных. И поэтому, ну, это не так просто. Это не просто взять другой продукт, ну, другого производителя заменить. То есть это будет работа сложная, найти маломальски что-то похожее. Ну, ищем, занимаемся. Замечательно. Спасибо, Евгений. Большая просьба. Ну, мы где-то минут по 7-10 будем высказываться. И большая просьба сообществу. Если кто какую дырку нашел в таможне, в границе, начинаем подтаскивать его все. Потому что я помню времена, когда водили контейнеры сборные. И разные фирмы в него складывали разные. Вот, слава тебе Господи, с Китаем у нас железнодорожные пути есть. Выход через другие площадки. Это будем разбираться. Андрей. Да, да. А, попозже? Хорошо. Вот, по поводу, собственно говоря, ниточек. Александр Муравлев. Это, в общем-то, самое эффективное у нас производство, которое работает и с нашими полиамидами, и с нашей химией, и не с нашей химией. И мы с данным производством делали очень интересные эксперименты. Мы собрали сверхлегкие ткани, мы собрали и кордуру по прочностным характеристикам на базе их нитей. Вот, но вот сейчас свои печали расскажете ли вы, Александр. Да, добрый день. Слышно, да? Да. Коллеги-партнеры, добрый день. У меня, скажем так, голова не так болит, как у всех у вас, потому что мы работаем на российском сырье. За исключением там красителей, которые у нас там в принципе сейчас есть, и то, что мы сейчас выпускаем и раньше выпускали, это где-то 95-98 процентов. Это все российское. От российской нефти, да, если так по переделам смотреть, там, нить, продукция и дальнейшая вся переработка из этой нити. То есть я имею в виду все уже отраслевые цепочки по изготовлению изделий и тканевых, и трикотажных, они уже наработаны, они уже есть. И продукция, в принципе, она есть. Поэтому мне, к сожалению, единственное, что обидно в этой ситуации, что мы опять 8 лет потеряли, непонятно на что. Хотя могли бы спокойно уже развить этот рынок и спокойно быть независимы от импорта различных материалов. Теперь немножко о том, что вот Алексей Николаевич сказал, чем мы занимались, немножко поконкретнее, да, чем мы занимаемся. Мы выпускаем готовую продукцию, видите, бряжи и нити для ткачества, для трикотажа. Ткачество, причем любого, и широкого, и узкого. Это ткацкие производства, и обычное ткацкое производство. Трикотажка – это и машинное, и ручное вязание. И, в частности, швейные нити тоже мы можем. Причем тоже это российское сырье. Все это – полиамид 6.0, курс химволокно. То есть цепочка полностью, скажем так, она закольцована на российском сырье и на российских производителях. Все это уже есть. Искать, по большому счету, ничего не надо. Нужно просто обращаться к тем людям, которые этим уже занимались давно. А не бегать и не рвать волосы на голове и говорить, что нам делать в этой ситуации. Это все, что касается полиамидной группы. Естественно, все, что касается, допустим, полиэфирной, на котором я понимаю, что он сегмент более дешевый, и поэтому все на нем сидят. Ну, там плюс еще, соответственно, есть функционал немножко другой, чем у полиамиды. Потому что там из полиамиды ты не сделаешь хороший купальник, а делаешься из полиэфира. Там немножко ситуация другая. Еще, чем мы занимаемся, помимо выпуска вот этой продукции, мы еще красим все, что угодно покрасить в нитях. Включая негорючие материалы. Включая метарамиды. Включая смесовки, негорючие. Это чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть все, что касается, допустим, СИЗОВ, можем красить. Не тащить из Европы, не тащить из Азии. Нужно покрасить, пожалуйста, в нити. Но единственное, что у нас процесс только покраски поверхностным способом. Поэтому, естественно, балльность по светостойкости, она там балл на два ниже, чем если бы красилась бы в волокне. Но все это есть. Поэтому единственное, что к этой всей ситуации, возвращаясь, пока нас не коснулось красителей. Я имею в виду вот эти ситуации, что там что-то застряло, что-то не застряло там где-то на таможне. У наших партнеров, поставщиков пока все есть. Если нет, допустим, европейского, у нас есть партнеры азиатские, которые спокойно нам привезут. Вопрос только в том, сколько это будет стоить. Вот здесь, да, здесь, конечно, вопрос. Потому что на всю себестоимость нашей продукции в основном влияет только, как практически у всех, да, влияет ценообразование на долларовый продукт. Долларовый продукт или валютный продукт – это все, что мы с вами везем. То есть это краски, это, я не знаю, кто везет пряжу из Азии или из Европы, нитки. Это все мы завозим. Соответственно, за счет этого все растет. Все, что касается внутрироссийского производства, пока это не растет. Ключевое слово «пока» и «на сколько». Поэтому я вот вкратце о себе рассказал. Если есть вопросы, пожалуйста. Хочу сказать, что вот мы экспериментируем достаточно давно. У нас мы не успели угробить два крупнейших полиамидных комплекса – щекин азот и куйбышев азот. Куйбышев азот имеет возможность производить и сам нить, и они пытаются что-то из него ткать. Пока, конечно, эксперименты были разные, но в целом, вот как база, да, всего есть. Причем у ребят есть опыт из этого полиамида производить DTY. Какие вы нити производите? Мы производим аналог нити кордура. Если кому-то все это знает, о чем идет речь, да, вот. У нас есть отечественная российская кордура. Из полиамиды 6.0, а не из 6.6, как делается в Америке или в Израиле. Ну, сейчас в Израиле в основном делают. Ну, куда же, а вот так, да? Да, вот прямо у губ. Собственно говоря, мы эту кордуру в свое время собирали. Я могу сказать, что у нас получилось из полиамида ткань, когда мы использовали ворсовую, да, было ощущение, что это вообще джинсовая ткань. И полиамид, из полиамида можно делать очень масса всяких вещей, уже по окраске в массе, как я понимаю, там все-таки комбинат этим занимается. Можно, вариантов куча, можно сделать все, что угодно. Ткани есть, есть и ткани. Я же вам сказал, что у нас уже есть цепочка. Цепочка производства ткани. То есть мы делаем там пряжи, то есть мы делаем сырье, наши партнеры могут сделать ткань. Дальше можно уже и заламинировать можно. У нас тоже есть эти партнеры нанести, печать, тоже все это можно сделать. А швейники, ну, я думаю, что швейников здесь у нас куча. Любой может шить все, что угодно практически. Тонкая? Да, самая тонкая по ДНЕ, там 10 ДН можете делать нить? А почему бы 10 ДН? Мы вообще в России, почему 10 ДН? Мы давайте в текстах говорить. Ну, я в текстах сейчас и ДНЕ не могу перевести, к сожалению. Я просто знаю, что… Ну, хорошо. Это где-то 15-16 ТЭКС. Вы можете такие делать, да? 15-16 ТЭКС. Ясно. А кордура, она тоже может быть более тоненькая? Потому что есть толстая, как бы, по эти заплатки, а есть уже одежная кордура. Нет, вы сейчас говорите о плотности ткани, которую делают из разных… Ну, она же делает из определенной толщины нити. Все верно. Правильно? Все верно. Но там еще зависит… Кордура – это по большей степени полиамид и нить. А кордуру можно… То есть, соответственно, нить можно собрать и ткань, соответственно, и тысячную, и 600-ю, и 300-ю. И мы собирали фактически все эти. Более того, по некоторым своим свойствам она превышала кордуру. Потому что наш полиамид 6-й, он, по-моему, на износостойкость и еще на что-то более высокого качества. Он по температурным режимам плюс похуже, а по всем остальным вот у меня… И еще мы очень интересно занимались, это когда смешивали разного цвета нити. Как это называется? Меланж. Меланж, да. И мы создавали ткани, которые, вот я говорю, как джинс. Или как еще… Они действительно очень красивые. Делали это мы из-за того, что у нас, по-моему, 8 или 12 цветов, которые красятся в массе. И мы потом просто смешивали, например, там синюю ниточку с белой, синюю с красной, еще что-то. Получались очень красивые ткани, просто вот классы фэши. Все верно. Абсолютно верно. Еще могу сказать, что если кому-то интересно, то я с собой некоторые образцы взял. Могу показать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И органолитически сравнили с тем, что вы видите здесь, на выставках. Кроме того, собственно говоря, для трикотажа производились на трех предприятиях носки. Я их отправил сейчас в Минпромтор, но там ребята все очень притормаживают серьезно. Ну, они просто выше классом, чем такого же… То есть это полиамидные, высокопрочные носки спортивные с эластичными вставками, со всеми делами, там, для аутдор, для горных лыж, для чего угодно. Вот уже образцы есть, и так как в Меланже работали, они еще и красивые получились. Вариаций много использования отечественного сырья. Режимирую. Надо просто правильно все это поставить задачу и решить все это можно. Подскажите, а что делается в сторону полиэфирных пряжей, нитей и полотен? Потому что вопрос цены, он достаточно острый сейчас будет стоять. Полиамид 6, полиамид 6,6 стоит достаточно дорого. В сравнении с чем? То есть полиамид 6 стоит дороже, чем полиэфир? Понимаете, в чем дело? Этот полиамид, он у нас стоит дороже. Нет, 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 он у нас стоит дороже, потому что мы все горбато делаем. Мы когда посчитали, что если химическому комбинату поставить производство нитей и нормальной ткани, то он получается на 10% дешевле, чем китайский полиэстер. Ну, мы просто на этой трубе находимся. То, что мы все процессы через тройной НДС, перевод из одной компании в другой, то есть в чем проблема щекинозота? Они когда до ткани доходят, у них там такое количество вот этих финансовых переходов, что у них ткань получается дороже, и когда Китай покупает пой, отвозит туда и делает такую же полиамидную ткань. Ну, это не к вопросу, что это дорого стоит, а вопрос просто к башке. Ну, здесь, да, здесь нужно... А исправить? Патронов не хватит. Здесь мы неисправим. То есть мы сейчас... То есть мы здесь пообщаемся, к чему-то придем и все. Остальное уже все равно ведет сверху на исполнителей, а не снизу, как у нас здесь. Мы пытаемся что-то сделать. Нет, ну... Так вот, в том-то и дело. Мы еще раз говорю. А эти космонавты, они там... Они космонавты, они 8 лет жили в космосе, и нам все говорили, что у нас все хорошо, мы ни в чем не нуждаемся. Нас обрубили, и мы в очередной раз оказались... Ну, вы знаете где, да? Не, ну, собственно говоря, вот, честно говоря, вот в этой ситуации мы как раз и находимся в состоянии, когда мы понимаем, кто мы, что мы, а дальше начинаем из этой чудесной выползать, да? Вот у нас, как ни странно, есть площадки, которые просто наши оказались, да? Где мы, в общем-то, имеем преимущество. Спасибо большое. Спасибо вам. Следующим спикером хочу попросить Андрей Чураев, генеральный директор компании Росспорт. Вот. Вот у ребят, в общем, все, пока жизнь удалась полностью. Я надеюсь, что дальше так и будет. А куда микрофончик унесли? А, вот. Коллеги, добрый день. Очень рад всех видеть. Мы очень соскучились друг по другу по живому такому общению за ковидный период. Повод, может, у нас не самый лучший, но, тем не менее, как есть. Я хочу сказать, что тема санкций санкционного давления, ну, вот, она у нас в отрасли не нова. То есть в 2014 году мы запускали БТК-трикотаж и получили, как раз, вот помните, Боинг, да? Значит, американцы санкции. Если кто знает, ассортимент военный, есть такой ВКБО, где нательное белье вязалось и производилось из американского материала. То есть американцы нам сразу показали там стоп-линию, показали шлагбаум. И, собственно, мы самолетами, дабы выполнить Рособоронзаказ, возили аналоги из Китая и запускали свою линию. В результате сейчас у БТК-групп есть там вертикально интегрированный производственный комплекс, который производит, собственно, и ткани, и обработку тканей, и готовые, как бы, собственно, изделия, то есть военную форму. Следующий вариант у нас был в БОСК. То есть то же самое санкции, закрытие Олимпиады, закрытие Олимпийского движения. И при проектировании фабрики мы, например, напрочь отказывались от американского оборудования только потому, что могла быть угроза санкций. Но, тем не менее, они от нас не отстают и, как бы, решили нас в третий раз, как бы, подвести под санкциями. Вот лично для нашей компании это, ну, не то, что хорошо, но это окно возможностей. То есть уходит Nike, уходит Adidas. Значит, у нас было трехстороннее соглашение между Adidas, Федерацией футбола и нами, где привозили форму Adidas, одежду Adidas. Мы ее брендировали. То есть номера, фамилии спортсменов делали. Сейчас что получилось? Сейчас все федерации к нам приходят, приносят огромные мешки с образцами и говорят, ребята, вот то, что поставляли Nike и Adidas, не могли бы вы нам произвести. То есть, по сути дела, у нас заказов до 2024 года. Ну, я бы тут очень настороженно относился к их обещаниям уйти, потому что, если мы возьмем, там, вот, завод Volkswagen, вроде не уходят, но никого не увольняют. Завод Continental в той же экологии, там, вот, они вроде уходят, но мало того, что они никого не увольняют, они запустили производство. Coca-Cola вроде уходит, но как бы не уходит. H&M's вроде как уходят, там, да, но персонал не увольняют. Поэтому, обещая не уйти, оно такое, я бы выделил все-таки на 8. Вот. Что я считаю, мы должны сделать? То есть каждый на своем месте посмотреть, какие варианты развития событий. То есть наша производственная цепочка, это, ну, очень большую долю занимает форма для хоккеистов. Здесь у нас есть партнер такой, Fabrics. Первым делом я Павлу позвонил, спросил, что с сырьем, может ли производить больше. С сырьем все нормально, логистических проблем нет, производить может. Есть проблема с трикотажем. Она, в первую очередь, ценовая. То есть мы можем получать трикотаж из Турции, мы можем получать трикотаж свой российский, который большей частью тоже производят турецкие компании. Значит, по данным таможни, очень много трикотажа ввозит Белоруссия. Но мы понимаем, что это не белорусский трикотаж, это самый дешевый трикотаж из Китая и откуда угодно. То есть он такой, скорее, азиатский. И стоимость трикотажа, она реально растет. То есть она растет в евро, в долларах, то есть там за последние года-два, наверное, она там почти удвоилась. Стоимость, и тут действительно есть ценовой риск, но он есть во всем мире. То есть неважно, кто будет поставлять, зарубежные компании или мы. То есть хлопок, он сырьевой товар. Но в данном случае я бы хотел привести пример Турции. То есть у Турции уровень инфляции превысил 50% годовой, движется к 70% устойчиво. Но при этом Турция растет с точки зрения натуральных показателей быстрее, нежели Китай. То есть вопрос, что нам нужно больше. То есть бояться роста цен или все-таки идти на то, чтобы у нас валовый продукт в натуральном выражении рос. То есть Турция растет. Турция в данном случае вообще главный бейфинциар ситуации. Многие японские, европейские бренды либо регистрируют юридические лица в Турции, либо свозят большое количество товарного запаса, что красавица цифрового оборудования, что красавица расходных материалов, просто везут и складируют на большом количестве в Турции. Это говорит о том, что бизнес не хочет уходить, он хочет работать. То есть то, что одномоментного какого-то прерывания производственной цепочки не произойдет. Значит, что касается… Ну, то есть поэтому нужно… Вот те поставщики, которые поставляют оборудование, те поставщики, которые поставляют нам расходные материалы, конечно, они должны предложить максимум усилий, чтобы мы, по крайней мере, не снизили объемы, а в лучшем случае их увеличили, потому что все равно какое-то замещение производственное у нас пойдет. Что еще хочу сказать? Что тот потенциал, который у нас есть, он позволяет делать простую вещь – клонировать производство. То есть если помните советский опыт, когда мы берем один стандартный проект и делаем его не в одном лице, мы его делаем в 5, 10, 15, сколько нужно. Где это нужно применять? Конечно, нужна стратегия наших товарищей из Минпромторга или промышленных предприятий, но это делать можно. То же самое касается швейных предприятий. Есть предприятия, берем БАСК, берем БЛОСК, у которых есть компетенция конструкционная, материаловедческая, есть статистика. Этот опыт, вот Денис Пак, он все как-то там отмазывается от масштабирования, но у него тоже высочайшая компетенция. Поэтому мы это можем делать. У нас для этого все есть. Вопрос желания. И, наверное, очень большой, самый главный вопрос, на мой взгляд, с точки зрения инвестиционной, это политика нашего Центробанка, потому что никаких инвестиций под 25% невозможно от слова совсем, потому что инвестиционный цикл, он от начала инвестирования до запуска минимум три года, а срок окупаемости и до 24 февраля он был там 10, 15, 20 лет у кого-то. Поэтому я всем желаю больше общаться, больше коммуницировать успехов и производственного роста. Это главное, как вот оптимизм. Спасибо. Спасибо. По поводу оптимизма, вот по поводу Минпромторга я не знаю, насколько все это получится, но у нас, в общем-то, есть мы. У многих из нас есть разные компетенции, поэтому мы сейчас пытаемся все собраться. Будут заказы, которые мы каждой по отдельности выполнить не сможем. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем друг другу помогать с этими заказами, раскидывать его по предприятиям. Вот в нашем сегменте Outdoor самые высокотехнологичные предприятия, которые есть в России. Более того, часть из них более высокого класса, чем что-то есть в Европе. Кроме того, за последнее время очень серьезно выросли СИЗы. Вот я сейчас собираюсь ехать на несколько фабрик компаний, которые производят конечный продукт для СИЗО, для того, чтобы посмотреть, что они могут производить, в том числе на цивильный рынок. Потому что это сейчас становится актуально, интересно, и там деньги тоже очень приличные. Ну, собственно говоря, вот мы Дениса пока затронули. Скажи свое веское слово. Добрый день всем. Спасибо за предоставленное слово. Ну, пару слов как бы о том, что происходит с экспортом и импортом. Леша меня просил рассказать, что мы делаем с пухом в настоящий момент. Объемы те же самые идут в Китае и в Корее. Они, конечно, снизились из-за того, что так немножко пару лет назад мы цены им подняли. А так экспорт пуха, он на том же уровне, в том же объеме. Даже они как бы наращивают. Мы даже поставили еще третью мойку. Теперь производственная мощность мытого пуха – это порядка 30 тонн в месяц. Вот, это, в принципе, хватит на большое количество пуховиков в России, если на этом сориентироваться. С логистикой, значит, да, вот через Новороссийск и Турцию, через Черное море сейчас тяжело туда возить, в Китай. Но мы возим, есть у нас хорошая логистическая российская компания, это Феско. У нее есть прямой поезд из Москвы до Шанхая. 25 дней, 40 футов туда-обратно. Поэтому, если кому-то, какие-то проблемы из Китая завозить контейнера, обращайтесь в компанию Феско, она давно работает. Я ее знаю там с 2009 года. И у них все хорошо в этом отношении. Также, если у кого-то есть проблемы с доставкой из недружественной страны, допустим, как Южная Корея, это мы тоже осуществляем оттуда поставки, потому что ткани и фурнитуру я вожу для своей продукции из Южной Кореи. Я не пользуюсь китайскими материалами. И как бы тоже здесь проблем нет. С переводом… А? Тайвань тоже проблем нет. Они все принимают доллары. Если ваш банк не под санкциями, все отлично будет, все без проблем. А возим мы нормально. Я даже помог нашим пару коллегам из Аудора привозить из Тайваня, из Китая товары. Так что они все довольны. И сейчас они хорошо работают. И у них со сроками все отлично. Поэтому, Женя, если тебе нужно из Шанхая что-то привезти, обращайся. Я тебе помогу с этим делом. Вот именно так все. Что касается российского производства, эти санкции, да, они дают некий толчок. Нынешний курс доллара дает нам некое преимущество, потому что мы живем в рублевой зоне. Да, у нас одна проблема только с некой производительностью и наличием квалифицированной рабочей силы. Я не говорю про швей. Я говорю про технологов, управляющих производством. С этим есть проблемы. Потому что в свое время такие большие компании, тоже те же иностранные, которые делают аутсорс, они отобрали всех одних лучших специалистов. Конечно, технологу лучше сидеть в офисе спортмастера или Декатлона, я не знаю, или того же Ашендема или Золы за 150 тысяч рублей, чем корпеть на производстве за 70 или за 80 тысяч рублей. Понимаете? Ну, если они уйдут, то вот это как бы ниша таких очень профессиональных людей, потому что я со многими из них общался, потому что мы делали пуховики для спортмастера. Там очень хорошие специалисты. И вообще система спортмастера по управлению, она очень хорошая. У них надо учиться, как они работают. Декатлона немножко далеко до них с их французским подходом. Что еще? Интересно. Но я бы хотел еще обратить внимание всех на то, что... Значит, обращали внимание, что надо с Турцией там работать или с Китаем работать. Да, в настоящий момент, ввиду того, что у нас в материалах... Минуточку. Поведение 2, зал 3. Спасибо. Вот, значит, из-за того, что у нас сейчас, конечно, проблема с производством собственных материалов в России, да, есть трудности разного вида и трикотажей, и функциональных тканей и так далее. Ну, я бы хотел обратить внимание, жалко, что здесь нет... Ну, они, наверное, представители Минпромторга очень хорошо знают, что китайцы и турки, это как бы... Ну, пока у вас деньги есть, они будут с вами дружить. Если что-то не так или так далее, ну, как бы, пока им не покажешь доллары или юани или еще что-нибудь, они не будут в свою сторону ничего двигаться. Тем более, что кто больше и лучше платит, они будут с теми работать. Поэтому вы особо не питайте иллюзией, что Китай, там, наш партнер, или, там, Турция и так далее, они в любой момент могут повернуться от нас. Потому что это было во время пандемии, когда мы с ними пытались, там, маски, оборудование завозить. Сейчас они покупают, кстати, пуг за юани. Они не хотят покупать за доллары. Они говорят, мы юанями будем платить. То есть вот такая вот история. Может, турки сейчас лиры скажут, за лиру покупайте трикота, что я так утрирую. Ну, все равно. Ну, в любом случае, я всем желаю большой удачи. Есть большой шанс. Но, конечно, нам нужны какие-то условия, гарантии, что те, которые якобы ушли, но обещали вернуться, но они должны вернуться уже на наших правилах. По нашим, это самое, как говорится, это наша корова. И мы ее дуем, да. А иностранцам спасибо, они научили наш персонаж, наших людей как-то работать организованно. Надо у них брать все это тупо, копировать и вперед. Чего здесь стесняться-то? Так что всем удачи, спасибо. Спасибо. Хочу, Сереж, ты так как продолжатель той же части с точки зрения оборудования, тканей, понимания, что у нас дальше будет. И как наши... Ну, я могу сказать, что за время пандемии очень много железа было привезено в Россию, потому что там проклеечные и т.д. и т.п. В общем-то, в общем-то, если нам железо не перекроют, сейчас можно довольно прилично это все дело развить. Да, будет всегда сложно, вообще работать очень сложно. У нас самый ужас в глазах, что нам надо выйти из офиса и начать что-то делать руками. Это, конечно, кошмарно. Ну, как-нибудь переживем. Да, ну, вот я могу согласиться с Денисом, да, с китайцами проблемы нет, они грузят. Вот, у нас нет проблемы и с европейцами, они нам тоже грузят. То есть мы везем европейские ткани, вот, прямо перед выставкой получили контейнер, мы везем европейскую фурнитуру. Если у кого-то есть проблемы с европейскими тканями, обращайтесь, можем дать наших логистов, у которых есть, ну, схемы перевозки, все белое, пушистое, вот. То есть у нас, как бы, в фирме проблем нет. То, что, да, касается технологий, сейчас вот большой интерес, то, что если раньше народ ходил, ну, да, мы думаем, мы досмотрим. Сейчас, ну, я не знаю, герметизация, наверное, вообще ушла, да, потому что это уже все скучно. Вот, вот, ну, вышли другие технологии, да, которые люди сейчас смотрят, вот, поэтому, да, да, интересно. То есть если раньше мы выставляли безниточный, там, трикотаж, трусы и так далее, люди проходили, смотрели, да, 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 классно, замечательно, но это не наше, это не к нам. То вот вчера после лекции у меня тут целая очередь на стенде стояла, все щупали, говорили, как, как можно начать, мы готовы, там, давайте делаем расчеты и так далее. Вот, и мы начали ездить на производство и проводить обучение, причем уже конкретно под задачи конкретного производства и конкретную задачу, которую нужно выполнить. С подбором и оборудования, технических средств, малой механизации, вот, вплоть до поднятия культуры производства в принципе. Поэтому, если у кого-то есть желание учиться, а сейчас это, я думаю, что самое главное, вот, обращайтесь. Спасибо. Татьяна Федорова, руководитель отдела маркетинга TechStime. Это площадки, которые за последнее время развились на территории России по работе с тканями и, в общем-то, они большие молодцы. Добрый день. Представляю текстильную площадку Adventum Technologies, город Узловая. И по переделам вкратце расскажу то, чем мы занимаемся. У нас есть ткацкий цех, далее мы также занимаемся окрашением синтетических тканей, это полифир, полиамид, различных плотностей. В общем-то, абсолютно всех. Также мы производим, у нас есть линия покрытия, мы делаем покрытие, это высокотехнологичные покрытия, которые обладают и паропроницаемостью, и надежностью, и износоустойчивостью. То есть это достаточно высокотехнологичный продукт фактически уровня европейских производителей. Изначально, поскольку наш завод был совместно организован с бельгийской фабрикой Concordia по данной технологической линии, то мы, так скажем, импортировали, локализовали их технологии. Еще одна линия – это ламинация, точная ламинация также в содружестве с компанией Concordia. Сейчас полностью все локализовано, то есть все ткани российского производства. Ну и еще одна линия – это линия огнестойких тканей. Это ткани, которые мы производим по технологии пробан. Соответственно, данная технология также полностью локализована, является российской. Соответственно, вот фактически полный цикл, скажем так, производства. Однако, тем не менее, если мы говорим про рынок городской одежды, аудорной одежды, то ряд компонентов мы, безусловно, также импортируем, в частности, суровые ткани. Здесь в данный момент проблемы такие же, как у всех. Где-то как-то задерживается контейнер из Юго-Восточной Азии, где-то как-то, соответственно, он идет чуть дольше, чем обычно. Ну и поскольку все наши, собственно говоря, линии являются в основном химическим производством, то также есть кое-какие перебои с химией. Вопросы решаем, но вот сейчас хотелось бы сказать, наверное, буквально о нескольких интересных примерах к тому, как может не просто выстраиваться цепочка. Если мы сейчас начнем с колорнилом выстраивать цепочку от пряжи до готовой ламинированной ткани, высокотехнологичной, полиамид 6,6, с прекрасной мембраной, например, Парелли, то это будет просто очень дорого. А мы в первую очередь конкурируем сейчас с бюджетными готовыми китайскими тканями. Здесь же на выставке много стендов, которые мы все прекрасно знаем. Олдос и Юнцин, они возят эти ткани. И, конечно, стоимость этих тканей дешевле в любом случае, несмотря на то, что, да, возможно, где-то рабочая сила в Китае сравнялась с нами и так далее. Но пока мы на себе этого не ощущаем. Поэтому как вы ощущаете конкуренцию с готовыми китайскими изделиями, так и текстиль ощущает вот эту конкуренцию. Пока вы делаете выбор не всегда в нашу сторону. То есть вот эта цепочка кооперации может провалиться ровно из-за вот такой простой конкуренции. Что касается по самим, скажем так, взаимосвязям, которые существуют сейчас между предприятиями российскими, то просто буквально пару примеров приведу, из-за чего могут вставать целые заводы в России. То есть мы общаемся с нашими клиентами, в частности, обувная промышленность. Не буду называть бренды, но у людей есть, например, проблемы с полиуретанами для подошв. У кого-то с гвоздями банально, то есть вот гвоздики для обуви не хватает. Хотя в стране, я думаю, гвозди производятся. Вот для обуви они везут, как это ни странно, из Италии и Украины. Как вы сами понимаете, сейчас оба канала у этой фабрики перекрыты, они в панике. Есть перебои с химией, в частности, у нашего предприятия. Это перекись водорода. И, насколько мы знаем, она сейчас очень востребована также в фармпромышленности. И многие фармпредприятия испытывают сейчас, российские фармпредприятия могут встать из-за нехватки. Вот такой достаточно простой. Ну, я не знаю, насколько она простая. Я не химик, может быть, производство и не столь простое. Но, тем не менее, вот такие простые примеры. Что нужно в этой связи делать? Писать какую программу с Минпромторгом? Это, наверное, нужно собираться не вот здесь так, а в каких-то рабочих группах. И, может быть, совместно что-то думать и предлагать. Потому что за нас, наверное, действительно это никто не сделает. Поэтому, если мы хотим какую-то программу, я думаю, нужно идти в сторону каких-то рабочих групп, которые, собственно, будут вырабатывать эти шаги и объединенно от, так скажем, некого сообщества, может быть, даже вот тот же РОК, подавать эти программы в Минпромторг и так далее. Спасибо. По поводу, что мы будем делать с Минпромторгом. В Телеграме есть чат «Спорт, аудор, швейная промышленность». Значит, это чат, куда мы сейчас собираем всех производителей, каких только можем. Там же присутствует начальник департамента легкой промышленности и два его заместителя. Тут, конечно, сейчас полный сумбур. И вот Денис его поддерживает. Вот, но понемногу-понемногу мы начинаем в себя там приходить и, собственно говоря, во-первых, смотреть, что Минпромторг начинает предлагать. Надо понимать, что, я говорю, что ближайшие два месяца мы вообще только-только начнем понимать, в какой точке мы находимся. Потому что вот гвозди, сырье, химия нас сейчас лишат, и мы пока не знаем, насколько серьезно это будет. Потому что, опять же говорю, наши европейские товарищи начали ломаться. Впрочем, не только они. Потому что общая экономическая ситуация крайне тяжелая, и денег очень хочется. Но, опять же, с учетом того, что денег у нас, к сожалению, мало, валюты, поэтому придется все, что можно сделать, делать в России. Андрей, давай. Здравствуйте, друзья. Ну, я так скажу, что я к этому моменту подошел подготовленно. Вот очень ждал, что наконец такое наступит. Думаю, сколько уж эту страну папуасов будут раздевать. Но, наконец-то, они сами не выдержали и объявили нам эмбарго. А ситуация же какая? Вот, допустим, на нашей рынке спортивных товаров, их не больше 5%. Правда, все это знают. Минпромторг это знает. Письма я писал Минпромторгу, президенту, Госдуму. Вообще, кому только не писал. Грудки там всех их тряс. Все Минспорта на выставке, они у меня убегали двумя рядами. Вот, сейчас идет конференция тоже в Минспорта, и там говорят, что ничего мы делать не умеем, что можно было бы носить. Вот та же самая в Вяльбе, да. А я с ним полчаса разговаривал, чуть не перешли на это, друг к другу, на высокие тона. Люди, которые не хотят носить российское. Вот что самое главное. Понимаете, как один руководитель федерации сказал, нам не камильфо ваше одевать. Вот. А вы возьмите ЦУМ, да, этот самый, манклер, куртки. До месяц назад там цены 80-120 тысяч, 150. Мы эти же материалы покупаем в Италии и шьем куртки же. Они нам говорят, давай под манклер. Вот, я им говорю, я вам куртку продам за 10 тысяч, а вы этикетку в манклер можете сделать за 5 рублей. И отдельно продавайте ее. Вот. Так вот, два главных вопроса, почему здесь нет экономики. Первое, потому что это не нужно нашему правительству. Второе, потому что в этом правительстве нет компетентных людей. И третье, что большая просторка наших соотечественников выросла на иностранном бренде. Поэтому шифт аналогичный товар, мы его можем продать только по цене в 4 раза дешевле. Вот, как их лечить, вот как раз нам американцы помогают. То есть убрать с полок все иностранное, чтобы осталось только наше. И они в конце концов начнут это одевать и возможно увидят, что это не хуже. Меня эта ситуация, честно говоря, радует. И я подготовился, у меня 30 тонн итальянских материалов на 2 года автономного плавания мне хватит. Не знаю, как остальным. Вот. Поэтому я на это гляжу с оптимизмом. Вот. Еды нам, я думаю, хватит. Легкую промышленность, это сельское хозяйство. Два года назад попало же в такое, да. Сейчас едим пармезаны свои, правильно? Вино тоже пошло с Крыма совсем даже неплохое. Вот. Я опять бочек бренди сделал сам. Вот. Так что нормальная ситуация. Тут не надо впадать ни в какую панику. Я думаю, русский народ и не с таким справлялся. Поэтому с оптимизмом мы все сделаем. Во-первых, те, кто хочет... То в иностранные деваться. У них же на самом деле шкафы-то забиты лет на 5. Вот. Потом они одевались в иностранные на стоках всегда. На европейских, на распродажах. Вот. Поэтому не вижу каких-то проблемных вещей. Наоборот, очень все интересно. Главное нам победить там. Все. Спасибо. Хочу пригласить Владимира Богданова, генерального директора БАСКа. Но я могу сказать, что это наш канадин ГУС, только лучше. И те вещи уникальные, которые они делают, и тот уникальный опыт, который у них есть, я думаю, что в мире имеют, может быть, 2-3 компании вообще. Раз-раз. Спасибо, Алексей. Ну, собственно, я хотел просто про российский аутдор-рынок рассказать немножко. Как вот мы себя сейчас видим в это время. Значит, я веду с 2005 года такие исследования, сколько... Ну, вот есть иностранные наши марки, которые сейчас почти все отказались сюда поставлять. Значит, сколько товаров в евро они поставляют в оптовых ценах сюда. И вот этот российский аутдор-рынок, он где-то примерно 300 миллионов евро в год завозится, завозилась в Россию в лучшие времена. Это всего. Это и... Это в оптовых ценах. Значит, это получается где-то 600-700 миллионов евро продавалось аутдорной продукции. Но понятно, что вот этот аутдор-спорт, это немножко, ну, как бы сложно понять, что... Ну, те, кто считают себя аутдорными, ну, North Face, вот эти марки, они сами себя как бы говорят, что мы аутдорные. Значит, в России примерно мы занимаем, фирма БАЗ занимает, мы считали в разное время, 3,5, от 3,5 до 6%. Значит, если взять всех производителей российских, то мы примерно занимаем, наверное, ну, давайте считать, не больше 10%. Значит, предположим, сейчас все марки аутдорные уходят из рынка, перестают сюда, значит, поставлять продукцию. Понятно, что спрос, видимо, уменьшится. Предположим, что это на 50% уменьшится покупательная способность. Вот из этих соображений, чтобы занять нам, российским производителям, российский рынок, нам нужно увеличить примерно производство в 5 раз. В каждой фирме увеличить себя в 5 раз. Понятно, что мы это быстро сделать не сможем, а поскольку святое место пусто не бывает, значит, кто-то должен занять этот рынок, правильно ведь, да? Значит, кто это? Ну, это, наверное, Китай, да, и Турция. Вот, на самом деле, это наши основные сейчас борьба вот между теми производителями, кто может здесь производить и сможет себя обеспечить, ну, собственно, комплектующими, да, и произвести это, да, ну, в России, так сказать. И между серым там и, ну, и белым, может быть, белыми поставками китайского товара или других производителей. Я беру только Outdoor, потому что, ну, понятно, город, мы, я думаю, все проиграем, и, ну, как бы, фэшн там, это все займут. Вот, нам, наша задача, все-таки, вот этот элитный рынок Outdoor, который поставляет и спецвещи какие-то там, МЧС, там, государственным структурам и оставить эту технологию в России, да? Если ставить такую задачу, вот, значит, мы должны думать, как нам вот это все сделать. Ну, если по фирме БАС, мы примерно 27 предприятий загружаем в России, плюс свое, небольшое производство, 1800 метров у нас. И мы сейчас ведем переговоры о расширении. Значит, по поводу сырья, ну, мы вот эти фабрики, которые у нас законтрактованы, мы их до июля загрузили, загружаем, нужно, ну, вот сейчас думаем, как нам с июля-августа загрузить. Значит, во-первых, мы максимально сейчас используем свои остатки, которые у нас есть, тканей там, комплектующих, ну, и думаем, как закупать. Значит, в принципе, Корея, она готова закупать. Мы открыли счет в юанях. В юанях готовы работать с нами почти все производители, кроме тайваньских и, ну, американских. Вот у нас завис Polartec, который, будем считать, что, наверное, Polartec мы не в состоянии будем закупать, потому что вот эта истерика, ну, во всяком случае, американская, может быть. Короче, вот, значит, какой курс мы считаем, что будет примерно в следующем зимнем сезоне, это примерно 80-100 рублей. То есть вот если так рассчитывать, то где-то стоимость у нас должна повыситься, где-то, ну, процентов на 20, не больше. Больше повышать, сейчас я вижу вот такая истерика, и все повышают на 30-40%, 48% даже я видел. Для российских производителей это нереально, ну, как бы так повышать неправильно. Мы считали у нас себестоимость, если вот взять 110 рублей, на 19% примерно увеличивается себестоимость. Мы, конечно, должны ожидать, что будет инфляция еще внутри страны и будет повышение стоимости работ. И, наверное, это нужно делать для тех, кто может, просто, ну, как бы самостоятельно. То есть нужно предлагать сейчас швеям увеличивать зарплату и производством повышать им, как бы, на 15-20% стоимость контракта. Иначе они сами это сделают, может быть, будет больше. Вот, то есть если исходить из 20% это стоимость работы, плюс 19% это, ну, предположим, ткани в среднем, то где-то вот 20% нужно повышать. Следующую зиму ориентироваться на такую цену. Ткани? Какие два раза? Ткань в два раза? Нет. Это 48%. Я имел в виду, что себестоимость, если взять все комплектующие, вот в среднем, мы же, мы, например, используем у нас пух российские, синтетические утеплители российские. Выросли на 23%, скажем, ну, вот синтетический утеплитель. Пух пока не вырос, значит, и я думаю, что не будет сильно расти, потому что, ну, расти уже некуда. Такие цены, что... Вот, так что я думаю, что не все так плохо, и нам нужно, те, кто как-то к аудору все-таки близок, нужно вот здесь держать такую круговую оборону против китайцев и других желающих. Я подозреваю, что мы все должны держать круговую оборону против китайцев и всех остальных. Опять же говорю, что самое главное, что мы должны сказать нашему Минпромторговому правительству, что давайте, ребята, вот как это было с сельским хозяйством. Чем больше передел идет внутри России по выпуску товара, тем больше должны быть коды. Вплоть до того, что вот сейчас идет разговор о том, что, например, для российских производителей снизить НДС до 10% и сделать массу других шагов, а для всего, что завозится в готовом продукции оставить. Вот, то есть у нас, в общем, проблем-то много, но есть такое подозрение, что открывшийся рынок, это раскрылась бездна звезд полна, звездам нет счетов, бездне дна. Вот, поэтому вот сейчас мы... Конечно, сейчас будет повышение цен, конечно, это будет очень тяжелый удар по населению. Потом, через какое-то время начнется непропорциональный рост зарплат, который там частично закроет. Надо понимать, что по более-менее расчетам позапрошлого года весь рынок Легпрома составлял 2,7 триллиона. Это только счетный, а, скорее всего, где-то около 3,5 вместе с серым. Даже если он упадет там процентов на 30, у нас здесь на руках останется 2 триллиона. И, в общем-то, с этими деньгами кое-как можно прожить. Вот, но ничего простого в этой жизни не будет, но вот как-то будем так выковыриваться. По поводу стоимости сырья. Вот, кстати, раньше мы вот и продаем как бы в Китае за доллары, ну, это пух. Вот, если сейчас перевести по текущему курсу, даже утиный пух, допустим, 45 долларов, это где-то порядка 5000 рублей должен быть. Но для российского рынка мы держим рублевую цену. Потому что у нас пух, он в рублях. Ну, вернем курс 77, вот и все. То есть это как бы будет вообще без проблем. Все свидетели, да? Татьяна Львовна, у нас вообще будет для вас special price и special payment. Татьяна Львовна, скажите свое веское слово. Ну, что у вас? Кстати, вот среди российских потребителей увеличилась доля тех, которые потребляют хороший пух сейчас. Ура. Здравствуйте. Ну, мы российский производитель горнолыжной и высокотехнологичной одежды, в основном из мембранных тканей. То есть изделия многопередельные, сложные, с большой долей рабочей силы. То есть у нас в себестоимости ткань труд, но вот до последних событий уже труд был, наверное, 60%, даже 70%. Сейчас, наверное, будет 50 на 50, вот я уже сравнивала. То есть очень высокая доля труда, поэтому для нас бесконечно важна рабочая сила, для нас бесконечно важны налоги на НДФЛ, которые сдерживают для нас серьезное повышение зарплат, а значит привлечение швейк на наши предприятия. В общем, у нас сейчас главное ограничение, их два. Чтобы увеличить мощности производства и чтобы занять нишу, которая, может быть, освобождается именно среди топовых западных брендов, на которые мы рассчитываем, я вот прямо говорю. То есть мы можем делать дизайнерский, технологичный, очень качественный продукт на уровне, ну в общем, любой бренд назовите, там самый лучший. Мы можем, в общем, сделать так, можем сделать лучше, можем сделать специально для российского рынка. Но увеличить наши мощности мы можем только, если у нас будут оборотные средства, потому что доллар, он теперь в два раза вырос. Вот. И взять кредит по 25% вообще не вариант. Даже под 18% я вообще не вижу никакого смысла сегодня. Вот. И это швеи, да, рабочая сила, потому что все, о чем мы здесь говорим на рынке Outdoor, это, в общем, это высокая квалификация. Высокая квалификация не рождается за один месяц, за два месяца, за пять месяцев. В общем, нам что-то нужно делать с привлечением именно молодежи вот в эту отрасль. Мы об этом говорим уже года три, пока ВОЗ был и ныне там, но вот, не знаю, может быть, что-то сейчас двинется. В общем, есть проблема. Мы собирались возить людей из Узбекистана, сейчас это накрылось рваным одеялом. Не знаю, может быть, нам все-таки откроют Северную Корею, мы попросим, а? Ну, корейцы очень хорошо шьют. Я реально выступаю с этим предложением. Раз уже нам наплевать на все правила, давайте привезем хотя бы северокорейцев, они хоть шить будут хорошо. Боюсь, мы сами туда сейчас вставим. Неважно, но если нас туда отправляют, так давайте хотя бы рабочую силу привезем, и, в общем, у нас и им будет хорошо, и нам хорошо. Слушайте, ну, должно же быть взаимовыгодное сотрудничество. В общем, извините, да. Однозначно, девушки, Алена Гамберланд подъехала. Вот, Алена, к сожалению, нет. Это один из крупнейших производителей синтетических утеплителей. У нас несколько фабрик, которые, к сожалению, живут, конечно, на сырье на 90% зарубежном, но надо заметить, что по синтетическому утеплителю, по производству самого утеплителя, мы, в общем, себя почти всем закрываем. Плюс пух с тканями фигово, с фурнитурой. Это те вещи, которые действительно можно решить за очень короткий период. У нас есть ребята, которые вот здесь, в Москве, купили какое-то безумное количество оборудования, начали работать с пластиками и делают, в общем, все лучше и лучше фурнитуру. И это все реально. Кстати, господа инвесторы, да, в связи с тем, что деньги свои вывезти за рубеж, потому что куда-нибудь инвестировать очень сложно становится, да, и опасно, то вот есть много площадок, которые реально могут выдать довольно большой объем продукции. Кто-то еще что-то хочет сказать? Готов предоставить слово. Ни у кого светлых мыслей нету? Пожалуйста. А, Женя, сейчас девушке дадим. А вот вам сейчас микрофончик дадут. Здравствуйте, меня зовут Наталья Плиш, я промышленный дизайнер одежды. Я не сначала на вашем выступлении, и в основном спикеры были по такой тяжеловесной категории, как аутдор, и понятное дело, что это более устойчивая ниша в сегодняшний момент, чем в фэшн-индустрии. Я, опять же, как дизайнер, я просто хотела с вами пообщаться, спросить ваши прогнозы по ситуации, если все-таки Zara не уйдет. Да, как мы понимаем, рынок у нас очень большой, российский, покупательский, и Zara вполне себе конкурировала всегда и с Алиэкспрессом, с тем же, и с Китаем, и так далее. Вот у меня вопрос такой, если все-таки Zara не уйдет и вернется, начнутся эти камбэги, насколько цена самого товара в магазине Zara, самой продукции будет выше? То есть мы все понимаем, что у нас, в принципе, мозги по Zara находятся в Испании, но производство у нас, поставки идут из Zara из Китая. Вот насколько выше это будет, и будут ли эти цены конкурентоспособными с тем же Китаем, опять же? Ну, здесь по нашему рассмотрению происходит следующая ситуация, что у нас в стране в ближайшее время будет сильно сокращаться наличие валюты. То есть это не вопрос, сколько это будет стоить. Вы приезжаете с рублем в Zara и говорите, возьмите рубль. Они говорят, нет, а вы можете нам дать доллар или евро? А мы говорим, вы знаете, у нас такая проблема, у нас их стало очень мало. Вот сейчас мы платежи рубль-юань пробиваем, надо понимать, что деньги сами по себе ничего не стоят, за ними что-то должно стоять. Нефть ли, самолеты ли, там еще что-то. Вот нам сейчас сокращают эту нишу, обеспеченность нашими деньгами. Но рубль внутри, чем больше будет передела в рубле, тем больше будет обеспеченность этой валюты. Конечно, очень бы хотелось, чтобы и Zara, и другие наши любимые друзья свалили отсюда окончательно. Нам будет очень больно, будем ходить, плакать, но я думаю, что за короткое время мы что-нибудь придумаем. Ну, не за короткое время что-нибудь придумаем, вот, но я вот, честно говоря, не вижу особых препятствий. А? Да они это вот, то есть не англичане совсем, да, ушли бы уже, а то да, да, мы уходим, уходим. Вот, ну, в общем, Женя, ты хотела что-то сказать? Можно я еще немножечко, да, вот одну минуту. Я просто знаю, что здесь многие сидят и дизайнеры, и кто именно фэшн поддержать, что-то модненькое. Не только какую-то классику, а outdoor, которая, конечно же, говорю, опять же, она более устойчивая. Я хотела вас всех поддержать от себя, как промышленный дизайнер, и сказать, что мы можем делать, мы можем делать фэшн. И я думаю, все-таки наша ниша именно в российском рынке на сегодняшний момент будет сегмент средний. Ну, я думаю, что если мы, нам же запретили черную икру сюда завозить, бухло и еще чего-то там такое. Я так думаю, а, Богнер, кстати, пытается выяснить, как сюда возить через третьи руки. Мы можем закрыть не только среднюю нишу, мы можем закрыть элитную нишу. В этом отношении товара меньше, но он более интересный. И играть сейчас надо на всей площадке. Жень. Да, ну вот сейчас прозвучала такая фраза про процентную ставку 24%, что и даже под 18% невозможно работать. Вот прямо только что 5 минут назад мне позвонил мой главный бухгалтер. У нас кредит 55 миллионов в банке ВТБ. Они нас перекредитовали по Минэксской программе под 10%. То есть это вот прямо сейчас свежая информация. Ура. Так что вот, по крайней мере, всем ВТБ, ну это, так скажем, до этого и Райфазин, и Сбер по этой программе работали. Но вот первое, почему сработали ВТБ и все. То есть нам неделю мы кредитовались у них под 24% неделю. Ну вот и сейчас 10%. Ну что-то, что-то начало двигаться. Здравствуйте. Мы дизайнерская компания. Я хотел сказать совершенно про другую вещь. Я сейчас приехал из Омска. Вот два дня назад. Да, и я хочу сказать, то есть мы все говорим, мы говорим о Москве и Петербурге. Потому что у нас у всех истерика. В Москве и в Петербурге кончился пармезан, кончился импортный майонез, кончились ткани, кончились деньги. У нас все кончилось, у нас жизнь кончилась. Люди живут по-другому. И есть одна проблема, о которой мы не говорим уже очень давно. Уже пора рекламировать Россию, нужно носить российское. Рынок забит импортным товаром. То есть везде, на форварде, на всем написано, что это импорт. Потому что мы, как у Крылова, да, а сало русское едят. Мы едим русское сало, при этом носим импортные шмотки. Может быть уже пора на это уделить время, чтобы наш рынок, наши люди начали носить русское. И еще одна вещь, о которой я хотел сказать. Есть еще одна проблема. Так как мы сталкиваемся с дизайнерами, у дизайнеров очень большая истерика. Очень большая истерика. Но нам хватит дизайнеров, нормальных дизайнеров, которые будут работать на Россию. Я в этом абсолютно уверен. Просто нужно приложить определенные усилия к себе, наконец-то начать работать. И мы сможем. Я, конечно, оптимист, но в этой стране остались только оптимисты. Все пессимисты в Израиле. Кроме того, у нас есть площадки, где мы собираем предзаказы, то есть чтобы магазины могли работать, чтобы… Светлана, скажи немножко. Вот. То есть теперь выставки будут наши. Я надеюсь, что CPM съехала тоже туда же. Добрый день, дорогие друзья. Я немножко простужена, поэтому не обращайте внимания. Спасибо, Алексей. Спасибо вам всем, что вы пришли на эту выставку поддержать, потому что, видите, наше аутдор-сообщество, в общем, достаточно дружное. И я думаю, что нас никакими санкциями не сломить. Каждый из нас, наверное, каждый день сталкивается с какими-то новыми потерями. Ну вот у меня, допустим, без предупреждения отключили рассылочный сервис, который был американский. Ну будем переходить, значит, на российские сервисы. Ну рассылки нужны, делать будем. Я запланировала все-таки выставку с PortGasual Moscow в начале июня 6-го, 8-го. Изначально даты выбирались за неделю до выставки ИСПА. Думали, что все поедем туда. Но понятно, что мы уже никуда не поедем. И поэтому, если будут какие-то другие предложения по датам, я готова рассматривать. Но я хочу сказать, что мы понимаем, что сейчас на рынке останутся в основном российские компании, российские производители. Слава Богу, несколько лет назад нами было принято решение именно защищать свой рынок внутренний силами нашей выставки. То есть вы знаете, что она небольшая, мы маленькие, но мы в тельняшках. Я сознательно не допускала на нашу выставку ни китайцев, но в плане готовой одежды. То есть тканями с оборудованием, пожалуйста, но с готовой одеждой нет. Единственное, у меня есть исключение, там одна компания из Владивостока, но это исключение. Не допускали какие-то другие компании, которые могли бы воспользоваться, собственно, наработками всех вас, вот наших, участников нашей выставки, которые в течение пяти лет приглашали своих клиентов на предзаказы. Поэтому я понимаю, что останутся только наши, но мы достаточно сильные. Поэтому многие компании мне уже подтвердили готовность участвовать именно в начале июня. В ближайшее время, я думаю, что мы определимся окончательно и будем все-таки продолжать работать. Вот. Последняя выставка показала, что есть большой интерес все равно и к деловой программе, и к нашим обучающим семинарам. Собственно, здесь мы ничего абсолютно не потеряли, потому что все компании, которые работали, они продолжают работать. Так что давайте оставаться на связи. Телеграм работает, фейсбук и инстаграм можно как-то обойти. То есть я вот буквально сидя сейчас, я уже сделала пост, и те, кто продолжает смотреть, будут продолжать смотреть. Какие-то новые каналы коммуникации мы будем все-таки развивать. Ну, ВКонтакте там немножечко не совсем наша аудитория, но будем продолжать. Будем искать что-то новое. Я думаю, какие-то совместные программы, какие-то совместные конференции мы еще сделаем. То есть есть идеи. Если помните, два года назад в пандемию мы провели несколько круглых столов, таких антикризисных, которые имели очень хороший резонанс. И вот сейчас, ну, это первая такая встреча вот в таких вот для нас изменившихся условиях. Но я думаю, что с помощью и российской аутдор-группы, и с помощью спорткэжу Москва мы сможем как-то продолжить эту работу. Видите, вы все не унываете, все, слава Богу. Что Дидриксон? Ну, кстати, Дидриксон. У них не все, все неплохо. То есть они сказали, что они, в общем-то, продолжают работать. То есть Икея, ну, вот пример Икея для Дидриксона абсолютно не сработал. То есть никаких политических санкций у них нет. То есть у них единственная проблема сейчас, как заплатить там за склад в Литве и как привести образцы. Только это. Товары есть, они продолжают работать. То есть вот эти вот все санкции, они, ну, вот им нужно отчитаться. Они отчитались. А те, кому он… Дидриксон хорошо работает на рынке, собственно, и слава Богу. Ну, я думаю, что не все так. То есть кто-то уйдет. Да? Да. Нет, ну, на самом деле, хорошая одежда нам нужна. Ну, где-то что-то… Если кто-то не привозит, вы все сошьете. Спасибо. Сейчас. Только… Я быстро. И еще одна вещь, которую не хватает нашим дизайнерам. Забыл ее сказать. Хорошо бы отменить маркировку, хотя бы сделать мораторий. Потому что для маленьких производств это огромная нагрузка. Тем более сейчас какие-то материалы будут завозиться в серую, и это будет кошмар. Да, Андрей. Я относительно, ну, буквально секунду, Танинова предложения по привлечению корейцев. Я хочу сказать, что, скорее всего, в наше экономическое пространство войдут как минимум две республики, которые обладают очень высоким потенциалом. Если вы знаете, Украина имела таможенное соглашение с Европейским Союзом, и там отшивалось очень много европейских брендов, которые привозили в том числе и наши. Кроме, собственно, линейного персонала, там очень много ВКСов, прям квалифицированных, хороших специалистов. И в моем понимании их нужно привлекать. В этом есть и какие-то гуманистические вещи. И включение, скажем, этих областей в наше экономическое пространство, а для нас это дополнительный потенциал. То есть в эту сторону, мне кажется, очень обязательно надо посмотреть. У кого-то есть еще что-то хорошее, доброе, вечное сказать? Да, ну, собственно говоря, большинство людей, которых я здесь вижу, мы постоянно общаемся и помогаем друг другу. То есть основной наш в данный момент лозунг – это тащить себя, тащить соседа. И я думаю, что мы понемножку, понемножку, шаг за шагом все это сделаем. Хотите сказать? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария Сморчкова. Шесть лет назад я закончила деятельность в формате директора Ассоциации предприятий индустрии моды, которая была создана в 2004 году силами российских торгово-производственных компаний для того, чтобы объединиться и занять место в торговых центрах в тот момент, когда они активно строились во всей России, и мы туда не могли попасть. Те задачи, которые на тот момент ставились перед сообществом, ну, на мой взгляд, на протяжении многих лет успешно выполнены. Российские марки стоят в торговых центрах наряду с европейскими, пусть не в таком большом формате, но все равно так или иначе наш покупатель, наш потребитель может, имеет возможность сравнить качество европейских брендов, азиатских брендов и отечественных брендов. Ввиду того, что сейчас опять такая ситуация объединения и обсуждения идей, как нам жить лучше, есть предложение, которое уже частично обдумано, или как-то так набросано, с рядом спортивных и казуальных брендов, о создании российского экипировочного центра, который позволит быть представленным в формате концепта собственного, полнотелого, с четким позиционированием ценовым и продуктовым, всей линейкой товарной в формате торгового центра в отдельном помещении, ну как мультибренд в формате якоря, именно в расчете на то, что торговый центр пойдет навстречу, привлечет, окажет нам внимание, потому что не предполагается в нем просто стояние, как в магазине и продаже. Мне бы хотелось, мне бы виделся этот формат, как постоянное такое место общения, место привлечения трафика, если говорить терминологией девелоперов и управляющих торговой недвижимостью. Это первый этаж, это выгодные локации, это центральные торговые центры Москвы, Питера и городов-миллионников. И в этом смысле, конечно, у нас есть возможность, как у спортивных марок, у outdoor-марок, имеющих огромное количество амбассадоров бренда, привлекать туда их на площадку и обеспечивать таким образом промоушен, продвижение себя и этих локаций широкой аудитории. Поэтому я использую эту площадку сейчас как место обращения к участникам производственных компаний, торгово-производственных, кто имеет свои бренды и готов так или иначе занять вешалку или полку в этом формате. Это марки профессиональной экипировки спорта, это спорт-кэжуал, лайфстайл так называемый, и также аксессуары и дополнительный ассортимент, все, что может быть представлено в рознице как дополнительный привлеченный товар. Но самое главное – дать возможность российским потребителям увидеть то, что мы производим здесь. И в таком случае мы можем, на мой взгляд, занять то самое место, которое, в общем-то, сейчас уже, наверное, для нас есть. Спасибо. У нас в российской аудор-группе сайт rdfg.ru там дополнительная информация, там есть такая кнопочка, называется «Деловая Россия», мы туда собираем всех живых предпринимателей, кто что-то умеет производить. Все это мы не жадные, не бедные, все это делается бесплатно. А, можно зайти, посмотреть, кто у нас вообще живой, потому что там предприятия, все плановые, которые просто что-то производят. Вот химия, заканчивая швейкой. Вот. Если вы хотите себя добавить, то, в общем-то, там есть мои координаты, телефон, почта. Добро пожаловать, мы это разместим бесплатно. rdfg.ru Ну, российская аудор-группа. Вот. Мы, в общем, довольно плотно с Минпромторгом работаем. Опять же, если у вас производство, можем попасть на вот этот, в Телеграме на общий чат, чтобы, ну, надо понять, кто вы, после чего можно соединить. И там, в общем, идет прямой контакт с Минпромторгом, и мы выдвигаем какие-то свои предложения. Насколько все это получится, не знаю, но вот то, что ВТБ начал выдавать специальные кредиты для российских производителей, по-моему, это уже первые шаги. Вполне возможно, в ближайшее время все у нас получится. Вот. А за сим, спасибо вам большое. Вот. Будем держаться, и если нужна какая-то помощь, обращайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо.